В деревне Сивково всего 34 дома. Постоянно там проживает 16 семей. И сейчас они вынуждены ходить в теплой одежде даже дома. Виной тому старые электросети, нагрузка которых рассчитана на 5 киловатт. Именно поэтому включение чайника или стиральной машины может привести к серьезной аварии. Наиболее острым стал вопрос 2 декабря, когда случилась авария, когда оборвался провод, лежал на земле сутки. Когда неделю деревня сидела без света вообще, зимой. Местные жители попросили помощи у главы района. Они рассказали ему о том, что электросети ранее принадлежали военным, но теперь их никто не обслуживает. 5 лет жители Сивково ведут активную переписку с оборонэнергосбытом. Но организация утверждает, что сети находятся в долевой собственности у жителей. А значит все расходы на ремонт электросетей они должны брать на себя. То есть основной вопрос в чем? Во-первых, нам нужно, чтобы кто-то, это самое главное, их обслуживал. И второе, вот эти вот сети, они не рассчитаны на то напряжение, на то потребление, которое все есть в деревне. Местные жители рассказали Андрею Иванову о том, что деньги за эксплуатацию оборонэнергосбыт берет. Только при этом компания не обслуживает деревню и не поддерживает сети в должном состоянии. Глава района подчеркнул, что в кратчайшие сроки в деревне появится свет. Мы решили модернизировать сети за счет муниципальных средств, а потом уже передать эти сети в сетевую организацию оборонэнерго. И в дальнейшем они уже смогут увеличить мощности для того, чтобы в каждый дом поступало не 5, а 15 киловатт. Наши все службы и поселения района готовы к модернизации, взяли месяц на то, чтобы решить проблему с старыми столбами, решить проблему с самими сетями и сделать ввод в каждый дом. Жители интересовали и другие вопросы. Например, транспортное сообщение. С 1 января население деревни оторвано от большой земли. В Сивково перестал ходить единственный автобус. И теперь время на дорогу до работы или учебы увеличилось в несколько раз. Иванов пообещал разобраться и с этим. До конца января мы конкурсные процедуры повторные проведем. И я надеюсь, что либо там появится участник, который победит в конкурсе и будет осуществлять данную перевозку, либо мы подстрахуемся, как я уже сказал, нашим автотранспортным предприятием государственным и включим в один из маршрутов. Берем для себя срок до конца месяца транспортный вопрос решить окончательно. После встречи с главой у жителей деревни появилась уверенность, что в скором времени их проблемы останутся позади. Станислав Трифонов, Дарья Сутягина, телекомпания Одинцова.